Айнард Фиан, жители Империи, с вами Ниль Гардец. Минувший четверг мы неожиданно узнали благую весть. В конце 2024 года выйдет вторая часть игры Kingdom Come Deliverance. Я ждал этого события с 2020 года, когда полностью прошел первую часть игры. Если вы в нее не играли, то скачивайте прямо сейчас. Ибо Kingdom Come Deliverance это лучшая историческая РПГ про средние века и священную Римскую империю, где нет детской магии, но зато есть максимальный реализм и погружение в мир 15 века. Для начала напомню, что первая часть игры проходила в 1403 году, когда после смерти императора Карла IV на трон взошел Вацлав IV, который оказался слабым правителем. Его брат, король Венгрии Сигизмунд, похитил Вацлава и заключил его под стражу, а затем вторгся со своей армией в богемские земли. Мы в свою очередь начинаем игру за молодого сына-пузнеца Генри, который едва выжил после нападения венгров и разбойников на его деревню. Ему, в отличие от его родителей, чудом удалось спастись, после чего он решает за них отомстить. Так начинается наше приключение, в ходе которого мы погружаемся в проработанный средневековый мир, где нам предстоит не только выживать, но и соблюдать нормы общества того периода. Сюжет я спойлерить не буду, скажу лишь, что, как и в любой РПГ, мы сможем подняться из грязи в князи, стать рыцарем и подружиться с местной знатью. Первая часть игры заканчивается на том, что мы выполняем все квесты, зачищаем карту и уходим в закат. Точнее сказать, мы вместе с паном Яном Птачиком едем в соседние провинции, чтобы выяснить у сторонников Сигизмунда, как долго они готовы поддерживать короля Венгрии. Ибо терпение чешской знати не обезграничено, а одновременно быть королем Венгрии и Богемии невозможно. Плюс, Венгры разорили восточные регионы Империи, что тоже вызывает гнев знати. В общем, вторая часть станет логическим продолжением первой части. И лично мне интересно, можно ли будет связать сюжет из первой игры со второй, как это сделано в Ведьмаке? И будут ли влиять наши решения из первой части игры на последующий сюжет? Если да, то надеюсь, что это влияние будет намного сильнее, чем в том же третьем Ведьмаке. Ибо, если раньше мы решили проблемы мелкого дворянства, то теперь мы займемся проблемами королей. Плюс, это средние века, где репутация имела важное значение. Именно ее мы зарабатывали на протяжении всей первой части. И зачастую не самую лучшую репутацию. При этом, разработчики заявили, что во второй части мы будем делать то, что, по идее, должны были делать еще в первой части. То есть, скакать по полю на лихом коне и, как в Маунтенблейде, рубить кучи врагов. Вместо этого, весь первый Киндом Кам мы тренировались с капитаном, получали по бацинету и всячески пытались выжить. Таким образом, первый Киндом Кам Деливеренс войдет в историю игровой индустрии как самое большое и увлекательное обучение. И если это обучение, то что же нас ждет во второй части, спросите вы? Разработчики обещают огромный мир, в два раза больше предыдущего. Пять часов видеовставок, улучшенная графика и уйма исторической брони и оружия. Кстати, об оружии. Первый Киндом Кам вошел в историю игр как проект с самой реалистичной системой средневекового фехтования. Особым шиком в первой части была схватка на двуручных мечах. Во второй части мы увидим ту же самую систему, но, как говорят разработчики, улучшенную. Первые кадры из трейлера тому подтверждение. Однако, кроме изящного фехтования, судя по тому же трейлеру, нас ждут вставки с красивым добиванием противника, когда камера будет отдаляться, а Генри проворачивать разные добивающие комбо. В первой части мы могли так добить только лежащего противника. Сейчас же это будет происходить в пылу схватки. А схватки там будут по-настоящему эпическими. В трейлере нам показали кусочек осады и пару сражений. Осаждали, как мне показалось, старый добрый Талемберг. Штурм получился эпическим. Требушеты и, возможно, пушки разносили стены. Латники бились стенка на стенку, а стрелки использовали новое оружие. Долгожданный арбалет и, что важнее, бум-палки. Арбалетом мы можем пользоваться даже в седле, а вот из пищали мы будем стрелять только пешими. Но это не важно, ибо с одного выстрела сможем положить рыцаря даже в самых крепких доспехах. Хотя, я думаю и надеюсь, что стрельба из пищали будет отражаться на нашей репутации. Дело в том, что в средние века арбалеты и пищали были какое-то время под запретом, ибо благодаря им кривозубый безродный крестьянин мог положить цельного лыцаля. Поэтому я надеюсь, что за использование такого оружия братья-рыцари будут смотреть на нас хотя бы косо и отпускать разные едкие реплики. Тем более, что разработчики обещают нам сделать из второго Киндом Кама олдскульное РПГ, где вы можете быть славным парнем, разбойником, очаровательным рыцарем, вором или кровавым негодяем. NPC будут помнить все ваши поступки. Если они увидят, что вы совершаете преступление, то вы ответите по всей строгости средневекового уголовного кодекса. Если вы шастаете пьяным и голым по городу, то люди на улице будут срамить вас, позовут стражу или полезут драться. Раньше на этом бы все и закончилось, но во второй части вы сможете им ответить, сказать «О, простите, мне очень жаль» или «Послать куда подальше». Прям Red Dead Redemption 2 получается. Думаю, вы помните, чем заканчивались такие разговоры на Диком Западе. Но мы же будем не на грязном американском западе, а в Богемии. Разработчики пока не раскрыли все карты относительно локаций, но они мельком показали карту Богемского рая. Да, карта так и называется. Это будет область с очень красивой природой, лесными чащами, зелеными морями полей и каскадами водопадов. Самой же главной локацией будет город Кутенберг, который был одним из богатейших центров средневековой Европы. Судя по трейлерам, он будет в разы больше Ротая из первой части и сравнится с городами из Ассасинскрида или того же Ведьмака. При этом, по словам разработчиков, они постараются выйти за рамки обычного серого грязного средневековья, где период с X по XVI века представляется как ад на земле. Лучше всего эта пропаганда буржуазных диктатур нового времени высмеяна в фильме «Приключения короля Артура» от Монти Пайтонов, где средневековые люди живут в грязи, спят в грязи и едят, конечно же, грязь. Выносите своих мертвецов! Вместо этого нас ждет красивый, богатый торговый город. Красивое одеяние, хорошая погода, море, солнце и света. В общем, нас ждет настоящий шедевр. Kingdom Come может стать лучшей RPG 2024 года. Тем не менее, у меня возник ряд вопросов. Прежде всего, что делать с прокачкой персонажа? В первой части мы уходили в закат с 20 уровнем всех навыков, то есть гигачадом, который мог пару ударов положить любого, даже самого сильного противника. Из этого непонятно, как мы будем начинать игру во второй части и как там будет организован процесс прокачки персонажа. Возможно, мы начнем с парой выученных ударов и средними параметрами, которые будут уступать среднему противнику на новой локации. Либо нам просто обнулят прокачку с помощью сюжета, ибо в трейлере были на это намеки. Генри и его друзья могут проиграть или неудачно выиграть битву за Таллимберг, где главный герой получит тяжелое ранение и буквально будет учиться заново ходить, а вместе с тем прокачивать скиллы и осваивать новые приемы фехтования. Другой важный момент – это развитие характера и судьбы персонажа. Нам обещают последствия за все действия и улучшенную систему репутации. Но как это повлияет на развитие сюжета? Да, нам нужно отомстить за своих родителей и покарать их убийцу – командира армии Сигизмунда, рыцаря Маркварта фон Аулитса. Но, если так подумать, то это просто лысый хрен, который мы можем вызвать на поединок и победить. Во второй части нам обещают политические интриги и закрученный сюжет. Если это будет по-настоящему проработанная РПГ, то у нас, по идее, должен быть выбор, какую сторону поддержать в этом конфликте – короля Вацлава и Богемскую знать или Сигизмунда. А почему нет? Мы побеждаем Аулитса, но встаем на сторону венгерского короля. Да, за него воюют половцы печенеги, но они могут по сюжету взбунтоваться. Да и Генри может сойти с ума или его подставят его чешские братья-рыцари, ибо он бастар. Так что поворотов сюжета для такого переобувания можно придумать много. Ну и, наконец, самый сногсшибательный вариант. Генри становится гуситом и воюет против всех. Это был бы прям хардкорный хардкор. Хотя гуситские воины начнутся только лет через десять, а пока мы сможем встретить только самого Яна Гуса и его адептов, что уже было в первой части серии. Подводя итог, хочу отметить тот прогресс, который уже виден в игре. Детализация, разнообразие оружия, насыщенные текстуры, и, конечно же, общая эпичность и кинематографичность. Все это выведет Kingdom Come Deliverance на новый уровень. Да, многие могут сказать, придержи коней, это всего лишь первый трейлер, но я верю в этих разработчиков. Они не идут на поводу статистики и трендов. Первая часть Kingdom Come стала шедевром, который погрузил нас в реальное средневековье. Поэтому я уверен во второй части и с нетерпением жду ее выхода, которая выйдет уже в конце 2024 года. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вы думаете о второй части Kingdom Come Deliverance. С вами был Ниль Гардец. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok